Здравствуйте! Я Елена Конева. Приветствую вас на канале 7дач. И сегодня расскажу о размножении петунии черенкованием. Многие садоводы самостоятельно выращивают петунию из семян. В определенный момент рассада этих цветов нуждается в прищипке. Это делается с целью пробуждения боковых побегов на растении. И тогда кустик получается пышным с большим количеством цветов. Отщипнутая макушка, как правило, выбрасывается. Но если дать ей немного больше отрастей, то получится хороший черенок, который отлично укореняется. Я сеяла на рассаду петунию двух сортов. Покупала семена агрофирмы Аэлита. Семена в одном пакетике были дрожжированы, во втором – россыпью. Посеяла дрожжев торфяные таблетки, а обычные семена – на грунт. Сходы были достаточно дружными. Тем не менее, пикировку сеянцев из общей плошки я проводила в два этапа. Вот посмотрите, как они выглядят в начале апреля. Большинство сортов петунии активно выращивает основной стебель, поэтому их нужно обязательно прищипывать. Иначе получим длинное растение с редкими цветами. Но эти сорта развиваются иначе. Видно, что центральный побег развивается медленнее, чем боковые. Это, я считаю, огромный плюс. Кроме того, ответвлений довольно много. Кустик будет явно очень пышным. Но вернемся к черенкованию. Обычно для этой цели я использовала прищипнутый центральный стебель. Но здесь можно взять один или два побега. Отрезаем их. Причем желательно это сделать так, чтобы на оставшемся пенечке была хотя бы одна почка. Из нее потом вырастет еще один побег. Убираем лишние листья. Обмакиваем нижнюю часть черенка в корневин. И ставим череночки в воду. Я вот придумала такое приспособление, чтобы удерживать их в вертикальном положении. Теперь нужно следить за уровнем воды и посматривать, не отросли ли корни. Через 16 дней можно увидеть довольно хорошие корешки. Теперь черенки нужно пересадить в почву. Слишком долго держать растения в воде нежелательно, так как они начинают голодать. А краска листьев бледнеет. Заполняем горшочки землей и пересаживаем черенки, аккуратно обжимая. Корешки у них довольно хрупкие, поэтому делать это нужно осторожно. Через некоторое время они приживутся и пойдут в рост, а вы получите вдвое больше рассады чудесных петуний. Таким же образом можно летом черенковать и взрослые растения. Насколько я знаю, некоторые садоводы прикапывают сразу отрезанные черенки. Я тоже так делала, но у меня приживаемость была не стопроцентная. Поэтому я предпочитаю сначала отращивать корешки в воде. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал 7дач, задавайте вопросы в комментариях.